Девочка со льдом Жизнь пошла как-то глаже. Одно время, когда начали срываться эшелоны, работы стало меньше. Потом, когда Якименко стал под сурдинку включать в списки людей, которых Чекалин уже по разу или больше снимал с эшелонов, работа опять стала беспросыпной. В этот период времени со мной случилось происшествие. В сущности, пустяковое, но как-то очень уж глубоко врезавшееся в память. На рассвете перед уходом заключенных на работу и вечером во время обеда перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек, выпрашивавших всякие съедобные отбросы. Странно было смотреть на этих людей, вольного населения, более нищего, чем мы, каторжники. Ибо свои полтора фунта хлеба мы получали каждый день, а крестьяне и этих полутора фунтов не имели. Нашим продовольствием заведовал Юра. Он ходил за хлебом и за обедом, он же играл роль распространителя лагерных объедков среди детворы. У нас была огромная литров на десять алюминиевая кастрюля, которая была участницей уже двух наших попыток побега, а впоследствии участвовала и в третьей. В эту кастрюлю Юра собирал то, что оставалось от лагерных щей во всей нашей палатке. Щи эти обычно варились из гнилой капусты и селедочных головок. Я так и не узнал, куда девались селедки от этих головок. Немногие из лагерников отваживались есть эти щи, и они попадали детям. Впрочем, многие из лагерников урывали кое-что из своего хлебного пайка. Я не помню, почему именно все это так вышло. Кажется, Юра дня два-три подряд вовсе не выходил из УРЧ. Я тоже. Наши соседи по привычке сливали свои объедки в нашу кастрюлю. Когда однажды я вырвался из УРЧ, чтобы пойти хотя бы за обедом, я обнаружил, что моя кастрюля, стоявшая под нарами, была полна до краев, и содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил занести кастрюлю на кухню, поставить ее на плиту, и когда лед слегка оттает, выкинуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить свою порцию каши. Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Была почти уже ночь. Пронзительный морозный ветер выл в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью. У палаток не было никого. Стайка детей, которые в обеденную пору шныряли здесь, уже разошлась. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба, и хриплый, застуженный детский голосок пропищал. «Дяденька, дяденька, может, что осталось? Дяденька, дай!» Это была девочка, лет, вероятно, одиннадцати. Ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском, а голосок автоматически, привычно, без всякого выражения, продолжал скулить. «Дяденька, дай!» «А тут только лед!» «От чей, дяденька?» «От чей?» «Ничего, дяденька, ты только дай, я его сейчас отогрею, он сейчас вытряхнется, ты только дай, дай!» В голосе девочки звучала суетливость, жадность и боязнь отказа. Я соображал как-то туго и стоял в нерешительности. Девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук, потом она распахнула рваный зипунишко, под которым не было ничего, только торчали голые острые ребра, прижала кастрюлю к своему голому тельцу, словно своего ребенка, запахнула зипунишко и села на снег. Я находился в состоянии такой отупелости, что даже не попытался найти объяснение тому, что эта девочка собиралась делать. Только мелькнула ассоциация о ребенке, о материнском инстинкте, который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце. Я прошел в палатку отыскать другую посуду для каши своей насущной. В жизни каждого человека бывают минуты великого унижения. Такую минуту пережил я, когда, ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, я сообразил, что эта девочка собирается теплом из голодавшегося своего тела растопить эту полупудовую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной, но все же пищи. И что во всем этом скелетике тепла не хватит и на четверть этой глыбы. Я очень тяжело ударился головой о какую-то перекладину под нарами, почти оглушенный от удара, отвращения и ярости выбежал из палатки. Девочка все еще сидела на том же месте, и ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью. «Дяденька, не отбирай!» Завизжала она. Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли. Я что-то помню говорил, но думаю, что и мои слова пахли сумасшедшим домом. Девочка вырвалась в истерию у меня из рук и бросилась к выходу из палатки. Я поймал ее и посадил на нары. Лихорадочно дрожащими руками я стал шарить на полках под нарами. Нашел чьи-то объедки, полпайка юриного хлеба и что-то еще. Девочка не ожидала, чтобы я протянул ей все это. Она судорожно схватила огрыза хлеба и стала запихивать себе в рот. По ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга. Я стоял перед нею, пришибленный, полный великого отвращения ко всему в мире, в том числе и к самому себе. Как это мы, взрослые люди России, 30 миллионов взрослых мужчин, могли допустить до этого детей нашей страны? Как это мы не додрались до конца? Мы, русские интеллигенты, зная, чем была великая французская революция, могли мы себе представить, чем будет столь же великая революция у нас? Как это мы не додрались? Как это мы все, все поголовно не взялись за винтовки? Какой-то очень короткий миг вся проблема гражданской войны и революции осветилась с беспощадной яркостью. Что помещики, что капиталисты, что профессора? Помещики в Лондоне, капиталисты в нарконторге, профессора в академии. Без вил и автомобилей, но живут. А вот эти безымянные мальчики и девочки, о них мы должны были помнить прежде всего, ибо они – будущее нашей страны, а вот не вспомнили. И вот на костях этого маленького скелетика, миллионов таких скелетиков, будет строиться социалистический рай. Вспомнился Карамазовский вопрос о билете в жизнь. Нет, ежели бы им и удалось построить этот рай на этих скелетиках, я такого рая не хочу. Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, окруженного детьми, не мешайте детям приходить ко мне. Какая подлость, какая лицемерная подлость. И вот много вещей видал я на советских просторах. Вещей намного хуже этой девочки с кастрюлей льда. И многое как-то уже забывается. А девочка не забудется никогда. Она для меня стала каким-то символом. Символом того, что сделалось с Россией.